Всем добрый день! Мы рады всех приветствовать сегодня на съемках нашей постоянной рубрики «Не кухня, а песня». И наши гости сегодня – это группа премьер-министр «Антон», Сергей и Василий. Умные аплодисменты! Сегодня у нас уникальная рубрика, потому что у нас в гостях ребята из Самары. Это театр «Искорки» и Анна Черноталова. Как вы думаете, что мы сегодня будем с вами готовить? Шедевр! Это понятно? Гранатовый браслет, салат. Так, отлично. Какие у нас продукты на столе? Шедевр! Гранат, орешки, картошка, морковь, петрушка, яйца, лук, ветчина и свекла. Салат, секрет этого салата в чем? Кто знает? Секрет. Гранат. Правильно. Так, да, хорошо. А еще в чем? Мы будем выкладывать вокруг. А мы делаем формочку и туда все ингредиенты добавим. Ну, точнее. Вокруг стакана можем ставить. Совершенно верно. А потом в конце ставим что-то. А вряд ли чем ставим? Фейерверк ставим туда или петарду. Мы берем ветчину, разбираем ножички. У каждого есть защитка своя. Берем ветчину кубиками. Видите, какие жадные солисты премьер-министры. Они забрали всю ветчину себе. Нет, я поделюсь. Так. Как вы объединились? Вот. Вот мы и наши. Я говорил вам, что этот вопрос. Правильно. Так и нужно. Отвечай у кого микрофон. Мы уже выступаем в группе премьер-министр 12 лет. Практически 12. Есть кому-нибудь из вас 12 лет? Нет. Мне 13. Вот представь. Представь. Да. Когда тебе был один год. Когда тебе был один год? Тебе тоже, да. Представляете, какие мы старые для вас уже. Ого! А такие. А такие старенькие. Вот, ребята. Все эти годы мы поем. А где пошел ваш первый сольный концерт? Новый год. Ты помнишь, где это было? Ну, это не сольный концерт, а просто корпоративное выступление. А вообще, большой концерт наш прошел. Где? В Америке. В Америке. Прошел в Америке. Да. Вот такой вот действительно большой кассовый концерт. Красивый. Был в Америке у нас. Их было несколько. Людей было. Ну, там залы небольшие есть. Он был один в Нью-Йорке. И два концерта еще в других городах. Но в Нью-Йорке был самый большой концерт. Но он был относительно небольшой. Вот. Но зато был весь зал. У нас была большая программа. А еще у нас был очень большой концерт. Первый такой масштабный в Монголии. Есть такая, ребята, страна. Не поверите. А сколько лет каждый из вас впервые на сцене? О, я очень рано, например. Я еще в школе начал этим заниматься. Шалить. Шалить, да. На сцене. Бегать, смеяться. Петь песни. Ну, стараться петь песни. Поэтому это где-то, наверное, с ясельной группой. Это сколько лет мне было? Три и лично. Да, как раз школьный возраст. Школьный возраст. Конечно. Четыре года. Василий. У меня первый выход на сцену был в детском саду. Я помню, меня мама забрала из детского садика. Была зима. Слякоть на улице. Я в валенках, в комбинезоне, в шапке. Вот мы просто опаздывали в филармонию на прослушивание. Вот. И я вот в чем было. Я был в самой последней, видимо, в списке. Я попал на большую сцену вот в таком вот виде. Спел песню, потом уронил микрофон. Ну, как обычно. Все как и должно быть. С тех пор я влюбился в сцену и больше ее не покидал. Нет, у меня было первое выступление в роли вокалиста. Очень смешное. Очень тяжелое испытание для психики. Потому что я в первом классе пошел заниматься бальными танцами. Я совершенно никакого отношения к музыке не имел. Занимался бальными танцами до восьмого класса. И в восьмом классе только я начал заниматься музыкой. Это был тяжелый возраст подростковый. И в те годы была мода у парней. Была группа Иванушки Интернешнл. Такие модные. Отчеты и мошенники. И было модно мелирование делать или красить волосы, обесцвечивать белый цвет. Но времена были сложные. Салонов красоты не было. И моя подруга одноклассница говорит, я тебе сама покрашу волосы. Не переживай. Купила краску гидроперитную какую-то. Выкрасила мне волосы. Я стал похож на цыпленка. Закрасить обратно цвет нельзя было. И как раз было первое выступление. Мне в доме пионеров, где я занимался, предложили. Я на гитаре песню написал. Выступить для студентов. Можете себе представить. Первое выступление я никогда не выступал. Выхожу с гитарой. Трясусь от страха. С белыми крашенными волосами. Начинаю петь. И у меня лопается первая струна. И весь зал студентов начинает ржать надо мной. У меня было два пути. Либо бросить гитару и вернуться в бальные танцы. Либо мужественно высказать этот страшный момент. Что я и сделал. Теперь я по-прежнему крашу волосы. Красит волосы и с вами делает салат. И не могу понять, что мне делать с этим орехом. Потому что он залипает. А я говорил тебе, дай мне. Нет, ты настоял. Ребят, ребят. А как вы? Вы давно были знакомы с друг другом до карьеры? Вы были? Знакомились долго? Нет. Мы не знакомы были. Совсем. Мы вышли на сцену, когда уже в группе принялись. Добрый день, Василий. Я Сергей. Будет приятно с вами работать в коллективе. Друзья, я предлагаю выкладывать салат. А как? Картофель готов к выкладке. Давай я помогу тебе. Давай. Подержи, я усыплю картофель. У кого картофель? Подавайте, пожалуйста. Мы делаем его узеньким, высоким или на всю тарелку? Широким. Более плоским. Более плоским. Как живот. А кто-нибудь из вас не пробовал писать музыку? Песни писать? Стихи? Я написала песню. Анна, вы написали песню? Да. И как она? Живет? Нет. Почему? Я не помню. Ну хорошо. А кто-нибудь из вас занимается в музыкальной школе? На каком-то инструменте? Я пошел на гитару. Отлично. А кто-нибудь еще? Закончил гитару. Закончил гитару. Закончил гитару. Закончил гитару. Сколько? Курс какой-то закончил? Или музыкальную школу? Музыкальную школу. Пятилетнюю. Пятилетнюю. Да, я понял. И во сколько же ты начал играть? Второй класс. Классика? Классическая гитара? Да. А электрогитара? Восемь лет, да? А электрогитару не хочешь освоить? Не нравится? Я хочу освоить электрогитару. Но сначала надо учиться на обычной гитаре, а потом электрогитару. Отлично. Как у Орехи, Сергей? Прекрасно. Ты знаешь, так быстро главное. Когда вы написали совместную песню, первую самую, в вашем строю? Мы совместных очень много написали, но ни одну не записали. Вот в чем дело. Мы написали самую первую. Когда написали, Ваше? Ну вот каждые гастроли мы пишем песню новую. Но мы их не записываем, мы их оставляем в доброй памяти. Совместную песню как бы не факт, что мы все, если мы группа, мы садимся, где-то пишем одну песню на всех. Да, как бы это могут быть совершенно разные песни разных авторов. Кто-то, ну каждый из нас написал какие-то песни для группы. Это совершенно разные песни. Поэтому вот так. Когда я учился в школе, когда я начал заниматься пением, я занимался у нас в городе, ну дом пионеров, ДК был, да, дом культуры. И при этом в доме культуры была студия, назвалось «Звонки голоса». Это ансамбль был большой в моем городе, самый лучший, профессиональный. И вот, когда у нас были концертные выступления, отпросительные такие штуки, бланк такой официальный с печатью ДК, чтобы я мог, как вместо справки, что я официально участвую в мероприятии. Раз, дали, два, дали, думаю, боже, какая классная штука. А потом мне было скучно ходить туда. Я одноклассника своего сагитировал, говорю, давай с вами заниматься пением. Он говорит, давай здорово. Ну он так себе был певец. И однажды мы увидели на столе у нашего преподавателя журнал такой с посещением, знаешь, как школьный, кто был, кто болел. И там такой был конвертик, где лежали пустые эти вот бланки отпрашиваться из школы. Ну мы одолжили штук десять. И когда у нас были лабораторные работы, мы просто писали красивым почерком. Преподаватель звали, Лариса Валерьевна. У меня есть талант такой, хорошо, красиво подделывать подписи. Я его еще в детстве отточнил. Мы писали, выступление. А потом меня вызвала завучка, говорит, слушайте, какое странное у вас выступление. А мы не подумали, что они могут проверить, позвонить к нам туда в Дом пионеров. Они говорят, смотрите, лабораторная по физике, у вас выступление во вторник. Говорит, какая-то контрольная работа по геометрии, у вас выступление. Почему у вас обоих? Постоянно говорят. А они просто позвонили в ДК, говорят, а что у вас за концерты? Постоянно говорят, у нас нет концертов. Говорит, а у нас вот такой-то, такой-то все время выступают. Ну, в общем, лавочку прикрыли. Какой у нас салат, ребята, потрясающий. Мне кажется, гранатовая пирамида. Господа, готовьте яйца. Не, майонез все-таки нужен, ну как же это без майонеза, что ли? Боже мой, какой у нас, а главное, полезный диетический салат, ребята. Да, вообще ноль калоли. Ноль. Ну, не ноль. 75 процентов. 75 процентов. Это сколько? Четыре. Четыре. Как тебя зовут? Тимур. Сколько тебе лет? Ё-моё, Серега. А сколько? Пять. На, пятерку, держи. Ты любишь петь? Любишь? А какие песни ты любишь? Выползут молочные Бибику. Кто? Бибику? Да. А ты сегодня споешь? Выползут молочные Бибика. Споешь сегодня? Споешь? Здорово. Вот в этом колпаке же будешь петь? Классно. А сколько ты уже поешь лет? Расскажи нам. Лет четыре. Да ты что? То есть родился, в годик начал петь Бибика. Это я понимаю. Молодец. Ну что, ты готов ореть? Подожди, а что ты, что ты нарезал у нас? Расскажи, что ты нарезал? А, да. Морковь. А я же смотрю, что лучше всего, что было порезано? Все. Крупненько, вот как надо. Ты уверен? Давай, давай. Смотри, вот так раз. Давай вместе. Походи вот сюда. Василию. Три руками, три, три, три между пальцами, пальчиками. Вот, 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 молодец. Молодец. Еще, еще. И вот так. А, еее. А дальше не нужно? Вот так, вот так, вот так. Вот так вкуснее будет, прям над салатом. Вот, молодец, вот над салатом. По три, по три, чтоб. Так. Это тоже мелко, смотри. Или это хватит? Какая хорошая была белая скатерть. Прекрасный скатерть. Наливаем вот сюда. И после чего мы ножом все поднимаем на беер. Поднимаем, поднимаем. Поднимаем. А самое интересное, что этот салат можно оставить в холодильнике до Нового года. И он, я думаю, он и без холодильника выживет. За консервир. Прекрасный салат. Потрясающий. Мы это все засыпаем сверху. И счастливая рука должна будет найти стакан. Ну что, самое основное теперь? Ну да. Давайте. Гранат. Гранат. Кто раскладывает гранат? Я. Ложка есть? Нет, я считаю, что это нужно взять Тимур. Тимур. Дайте ложку Тимуру. Ты прям сыпь, сыпь его. Мы молодцы. У-у-у-у-у-у. Давай не будем ставить точку, пусть пролетают дни и ночи. Я как будто обесточен без твоей любви. И в тишине уснувших станций Не будем больше мы прощаться Перестанет мир прощаться Без твоей любви